Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про недельную главу дворим из очень особенного места, из пещеры Махпала, где похоронена наша прабабушка, праматерь Сара, и где похоронен ее супруг Авраам. Там находится Яков Илея, здесь находится Ицхак и Ривка, и даже Адам и Хава, первые люди, находятся здесь, в пещере Махпала. Итак, давайте немножко поговорим про недельную главу. Мошер Абейну, перед своим уходом в лучший мир, он делает упреки всему народу. Он им говорит, вы помните, вы сделали золотого тельца? Больше так не надо. Вы помните, вы проспали дарование Торы на горе Синай? Ай-яй-яй-яй-яй. Он очень хочет, чтобы они справились, и он оставляет свое вот поучение перед уходом, возвращением своей души Творцу. Но очень непонятно, почему он собрал весь народ? Он собрал всех-всех-всех-всех-всех и говорил свои упреки ко всем. А почему ко всем? Например, мы знаем, что женщины не плакали, когда разведчики убеждали всех не идти в Израиль. Они сказали, Бог нам обещал Израиль, мы идем в Израиль, вам, разведчикам, что-то не нравится, мы не хотим вас слушать. Женщины не были участниками греха, вот этих слез напрасных 9-го ава, из-за которых погибли все мужчины. Каждый мужчина с 20 по 60 лет погиб в пустыне в течение 40 лет. Но женщины нет, потому что женщины в этом грехе не участвовали. Женщины не строили золотого тельца, они обладали огромной святостью. Почему же Моша Робейну, например, собрал женщин? Они же не виноваты. Почему ты собрал всех? Почему ты упрекаешь всех, если грешили-то они все? Отвечают нам наши мудрецы. Очень важно это понимать. Собрали всех, потому что мы один организм. Собрали всех, потому что мы одна душа. Грешит один, виноваты все. И наоборот, один делает большое, какое-то великое дело, награду получают все. Мы неразделимый народ, нас невозможно разделить. Поэтому Моша, когда упрекает, он упрекает всех. Вы один организм, поймите уже, если кто-то сделал золотого тельца, виноваты все. Кто-то сделал праведный поступок, награждены будут все. Мы все с вами одно творение, мы одно целое. У нас одна душа, которая присоединяется к Творцу Мироздания, к источнику жизни. Мы все потомки Сары, мы все потомки Авраама. И мы должны это понять. Мы должны помогать друг другу. Мы должны молиться друг за друга. И тогда, когда Всевышний увидит, что мы понимаем и живем как один организм, он в этом году пошлет нам третий храм. И уже ближайшая 9 ава будет не постом, а будет великим праздником. И мы будем праздновать строительство третьего храма, появление Мошеха, приходом пророка Ильяу, который скажет, все, изгнание закончилось. Но только тогда, когда мы поймем, что мы один организм. Моше Рабейну говорит ко всем, мы все одно целое. И пора это уже понять и жить так, как одно целое. Любить друг друга, прощать и молиться друг за друга. Спасибо огромное. Пускай в заслугу Авраама и Сары. У всех будет все хорошо. Всевышний будет слышать все ваши молитвы и пошлет вам благословения. Браха ве отслаха. Амень.